Здравствуйте, дорогие друзья! С Вами снова Елена и наша рубрика Евреевическая кухня. Выбор сегодняшних роликов и соответственно рецептов закрывания обусловил то, что мы были на даче и привезли оттуда, что нам Бог послал, а послал он нам достаточно всяких продуктов, поэтому неизбежно и решила Вам показать кое-какие заготовки, которые не являются, можно сказать, ходовыми, но тем не менее я акцентирую Ваше внимание, чтобы Вы обязательно обратили на них, посмотрели, вернее, более пристально. О чем идет речь? Свекла, свекла у нас, которую мы с Вами одни любят, другие нет, является одним из очень полезных продуктов. Если Вы не любите свеклу, то давайте хотя бы посмотрим на это как на полезный предмет, который необходимо употреблять в больших количествах пищи. Дело в том, что свекла является кровотворной, вот, и она очищает кровь, у нее масса полезных всяких минералов и веществ находятся в составе, поэтому даже с этой точки зрения, с точки зрения лечебной, стоило бы, наверное, на свеклу посмотреть повнимательнее. Кроме того, она прекрасно способствует работе кишечника, да мало ли каких еще у нее много полезных качеств, это раз. Во-вторых, в русских традициях часто делать винегреты, но какой винегрет у нас без свеклы? Поэтому, таким образом, летом Вы можете себе сделать прекрасную заготовку, которая может войти в состав винегрета, это раз, уже готовенько отваренная, то есть, сэкономить во время, а второе, такая свекла, великолепный гарнир к мясным блюдам, исключительно приятный и вкусный. Для того, чтобы сдобрить свекольный вкус, который многих отпугивает, здесь будут использоваться специи. Но перво-наперво, я Вам хочу сказать, что первый рецепт, который я Вам покажу, почему говорю первый, потому что сегодня будет три рецепта, посвященных свекле. Для того, чтобы их реализовать, я уже отварила 10 килограмм свеклы. Вот, и, к слову, еще сказать, начинала я очень бодро, хотела показывать и сад, как мы сажаем то и это. Вот уже дело дошло до урожая, времени у меня все не хватает, поэтому этот год отдаю консервацию, в следующем году посвящу очень много рассказам по саду и огороду. Вот наша свекла, которую мы выбираем, она у нас вообще для этих консервов, которые закрываются на зиму. Какие сорта свеклы наиболее подходят? Ярко окрашенные и самые сладкие сорта. И вот в этом году я посадила очень много удлиненной сосульковидной свеклы, которая имеет не только фиолетовую мякоть, совершенно прекрасную, надеюсь, Вам видно ее. Вот. Она еще исключительно сладкая на вкус. Ее смело можно макать в растительное масло и спокойно употреблять пищу без всяких даже сдобрений. Все. Я прелюдию закончила. Теперь непосредственно переходим к свекле. Нарезка. Свекла была приготовлена полностью до готовности. Свеклу можно для этого рецепта либо варить традиционным способом, либо запекать в духовке. То, что Вам ближе. Свекла, запеченная в духовке, имеет более ярко выраженный цвет, вкус. И если Вы еще ни разу не пробовали, попробуйте. На лист укладывается пергамент. На пергамент укладываете Вашу неочищенную суклу. Ставите ее в духовку. И зубочисткой периодически ее проверяете. Температура в духовке должна быть примерно, как для выпечки бисквита, 160-180 градусов. И периодически Вы ее накалываете, смотрите. Как только зубочистка свободно входит в тушку свеклы, прокалываем в основном там, где максимально близко к ботве, потому что это самая толстая часть свеклы. Вот если там уже мягко, соответственно, вся остальная свеколина тоже готова. После этого очищаем и нарезаем произвольно. Пластинками, кубиками, соломкой, как у меня. Это не имеет значения. Самое главное, чтобы не на терку, потому что тогда консервы будут явно переварены. Расчет этого рецепта даю на 10 пол-литровых баночек. Они у меня передо мной. Дальше. Как наполнять банки? Ну, я Вам очень рекомендую все-таки чисто вымыть руки и пользоваться ими. Во-первых, это удобно, быстро, не надо мудрить, не надо впихивать. Практически не теряется. Почему говорю практически? Потому что сама уже две соломки потеряла, но не имеет значения. Как наполнять? Наполняем без трясовки, но утряхивая. Дело в том, что у Вас еще должно остаться место для рассола, и при этом, при всем, у Вас свекла не должна быть полупустой в банке, или банка полупустой вместе со свеклой, скажем правильнее. Вот таким вот образом мы утрясаем. И обращайте внимание, что как бы Вы ни трусили, свекла не опускается ниже плечика в Вашей банке. Это считается правильной загрузкой полулитровой баночки. По такому же принципу мы сейчас с Вами будем заполнять каждую последующую банку. Как только мы подсыпали сюда порцию нашей свеклы, обязательно утрушиваем, даем ей возможность осесть. Вот. И с этого момента добавляем недостающую партию свеклы. Практика показывает, что на заполнение 10,5 л баночков, баночек Вам примерно потребуется 4,5 килограмма отваренной свеклы. Для того, чтобы Вас не заставлять смотреть на механический процесс заполнения, сейчас берем паузу, баночки заполняем, а у меня появится возможность Вам рассказать о рассоле, который мы будем заливать. Итак, свекла у нас с Вами заполнена. Теперь я напоминаю, что лучше, конечно, свеклу заполнять по плечике. Существует такое правило. Консерва хорошо стоит с рассолом, если в ней 70% продукта, который Вы положили, и 30% это жидкость вокруг этого продукта. Тогда и процесс стерилизации идет совершенно по-другому, идет правильно. Потому что сухой продукт, он как бы не стерилизуется, а прогревается. Всегда остается как бы намек на то, что это консерва недоброкачественно прогреется. Поэтому сейчас мы с Вами подходим непосредственно к созданию рассолов. Берем обыкновенную холодную воду, не кипяченую, а из-под фильтра. И заливаем в свои баночки с таким расчетом, чтобы вода поднялась до горлышка. Вот таким вот образом мы заливаем все наши баночки. Для чего это делается, дорогие мои друзья? Нам на базе воды, которая необходима для залития баночки, придется делать рассол. Соответственно, мы ведь не знаем, сколько у нас воды при нашей загрузке входит в каждую баночку и сколько нам сделать рассола. Поэтому, вот это маленькая хитрость. Заливаем воды, сколько баночка принимает каждая. Потом всю эту воду выльем в кастрюлю и на базе ее сделаем рассол, который нам необходим. Напоминаю, здесь мы отталкиваемся от того, что делаем на 10 пол-литровых баночек, отсюда и наше ухищрение. 10 баночек заполнены, они нам и дают пропорцию наших будущих ингредиентов. А из ингредиентов у нас предполагается с вами сахар и уксус, ну и соответственно специи. Вот я сейчас под разговор с вами поговорила, теперь что необходимо. У меня уже на столе стоит небольшая кастрюля. Берете баночку, рукой перекрываете горлышко, для того, чтобы у вас свекла не выпала. Или переворачивающим движением просто сливаете эту воду в свою кастрюлю. Таким образом мы поступим с каждой последующей баночкой. А потом, помятая о том, что мы закрываем 10 пол-литровых баночек, если вам, например, захочется закрыть их 20, помните, вам надо будет делать эту процедуру с каждым последующим десятком баночек. Вот здесь именно такой рецепт, где предполагается, что вы закрываете минимум 10 банок. Я никогда не пробовала его изменять. Вот. И все рецепты, которые даются на количество банок, стараюсь такое же количество, какое в рецепте написано и брать. Количество банок. Сказано 10, взяли 10. Захочу 20, повторю, скажет, со следующим десятком те же самые процедуры. Так, пока мы с вами говорили, процесс потихонечку пошел. Теперь забегу вперед, какие специи я сюда буду класть. Этот маринад предполагает те же специи, которые любят все маринады. Это у нас с вами душистый перец будет горошком. У нас с вами будет гвоздика и корица. Вот это все счастье мы сейчас сюда и отправим. Сначала начинаем со специй. Все, у меня все баночки пустые. Мне пора мыть руки. Они у меня жизнерадостные розовые. Это говорит о том, что процесс кроветворения пошел уже. Замечательный продукт. Я его очень люблю. И очень ценю. Значит так, на эту пропорцию, на 10 баночек, вы кладете от 15 до 20 гвоздичин. Вот прямо сюда забрасываете. Потом вы сюда забрасываете штук 30, не меньше перчиков. А можно даже и больше. Потому что нам сейчас с вами придется этот рассол разогревать на огне. И с момента кипения он у нас где-то 10 минут под крышкой на медленном огне будет кипеть. Для чего? Для того, чтобы специи максимально раскрыли свои ароматы. Потому что она холодная, специя никогда не работает. Нам же надо сейчас из нее выжать максимально ее букет. И сюда же добавляем чайную ложку с горой корицы. Кто любит побольше, можете чуть-чуть побольше. Все. Рассол еще не имеет сахара. Мы сейчас отправляем все это счастье на огонь. И как только оно закипит, мы сюда добавим на это количество воды 160 грамм сахара. С уксусом повоздержимся, потому что уксус кипячения не переносит. Поэтому все будем делать по этапу. Вода, которую мы будем отправлять потом в свеклу, закипела со специями. Сюда досыпаем минимум 160 грамм сахара. Если любите более выраженную сладость у свеклы, можете довезти 180 грамм засыпать и даже 200. Вот сейчас при помощи предмета, подходящего, я перемешиваю для того, чтобы у нас все здесь разошлось. Теперь у меня весь процесс будет длиться 10 минут. За эти 10 минут специи отдадут свой аромат рассолу. И мы будем спокойно готовы к тому, чтобы доливать туда уксус. Итак, я сейчас уменьшаю огонь до минимума. Мне надо, чтобы вода не кипела, а как бы упыривала. Накрываю сверху крышкой. И мы с вами расстаемся на 10 минут. После этого я вам покажу, что делать дальше. Еще меня просили рассказать о той выварке, в которой я стерилизую. Многих заинтересовала выварка, в которую влазит, например, 4 трехлитровые банки. Это четырехведерная выварка. Внутренний ее диаметр 40 см, высота 22 см. Поэтому, если будете подыскивать, можете смело уже опираться на эти размеры. Итак, внутренний диаметр у нее 40 см и 22 см высота. Одна из самых удобных выварок для консервации, по-моему, лучше не бывает. 50-литровые есть выварки, но они очень высокие, имеют борта. Из них очень тяжело вынимать трехлитровые банки. Поэтому я вам советую, если вы уже мечтаете о выварке, обращайте внимание на такую же, как у меня. Итак, прошло 10 минут. Мы отключаем наш рассол и переставляем его на стол. Самое время добавить сюда. Можно, конечно, дать минутки 3 чуть-чуть подостыть. Вот. Все. А можно наливать сразу при помешивании. 160 грамм 9% уксуса. Вот с этого момента наш пряный рассол, а он действительно пряный, пахнет и корицей, и гвоздикой, и душистым перчиком. С этого момента мы можем его заливать в банки. После того, как мы зальем рассол в банки, процесс у нас уже, можно сказать, пойдет по накатану. Мы устанавливаем наши банки в стерилизатор. Учитывая то, что у нас с вами горячий рассол внутри банки, соответственно, вода в стерилизатор должна, как минимум, быть теплая. С момента закипания воды вокруг наших банок будем стерилизовать пол-литровые баночки 10 минут. Можно потом смело закатывать и хранить эту консерву там, где вам заблагорассудится. Хоть в кухонном шкафу, хоть в погребе. Еще раз призываю тех, кто на свеклу смотрит, как на бросовый продукт, на который жалко задействовать банку. Давайте попробуйте хотя бы сделать один раз какую-нибудь заготовку из свеклы, а потом отпишитесь мне зимой, понравилось вам или нет. Для того, чтобы призвать максимальное количество людей к этой консерве, вернее, даже не к этой консерве, а к закрыванию нашей свеклы, я вам сегодня предложу три варианта свекольных заготовок. Многие из них очень деликатные. Свекла все та же, но благодаря тому, что у нас с вами рассол будет по-разному создаваться, и вкус у нас этого изделия будет тоже разный. Поэтому, дорогие мои друзья, если попробуете сделать несколько видов этой заготовки, я думаю, что свекла с вашего стола уже сходить никогда не будет. В крайнем случае, если вам не понравился вкус, ну, мало ли что бывает, но вкуса цвета товарищей нет, эту свеклу вы всегда можете задействовать при изготовлении борща. Так что в любом случае она у вас не пропадет. Наливайте, пожалуйста, рассол с таким расчетом, чтобы у вас он сравнялся практически с горлышком. Потому что мы тогда будем уверены в том, что у нас все пустоты в банке заняты рассолом. Ну вот, просто и мило под разговор мы это все с вами приготовили. Если у вас на дне вашей кастрюльки остались невостребованные тушистые перцы и квазики, не переживайте. Мы ведь не зря кипятили наш рассол и настаивали его, можно сказать, под крышкой 10 минут. Все это были ухищрения, касались, чтобы у нас рассол приобрел равномерный запах и вкус, и чтобы специи его хорошенько сдобрили. Сейчас мы благополучно накрываем наши банки дежурными крышками и установим стерилизатор. Для выворки 10 баночек маловато для того, чтобы простерилизовать. Поэтому я сейчас подберу удобные емкости для стерилизации. Вот у меня всегда находятся разные такие вот высокие емкости. Вот в эту емкость у меня входит примерно 4-5 баночек. Это почему я говорю 4-5? Потому что баночки бывают разные. Бывают цилиндрические, их ходят больше. Бывают пузатые, их ходят меньше. И вот сейчас я их устанавливаю в стерилизатор. Накрываю крышкой, наливаю теплую воду в стерилизатор. И с момента закипания на очень-очень минимальном огне под крышкой стерилизатор будет накрыт. Буду стерилизовать 10 минут. Буду закатывать. Ну что ж, дорогие мои друзья. Более вам показывать тут особо нечего. Совершенно очевидно, что мы с вами пройдем процесс стерилизации и просто закатаем наши банки. После того, как они у вас будут пристерилизованы и закатаны, проверяйте качество укупорки. Как его проверять сразу, доброкачественная она или нет. Вы переворачиваете вашу баночку и смотрите. Если из-под резинки, из-под прикатанной крышки не появляются пузырьки, если оттуда не подкапывать жидкость, значит стерилизация прошла отменно. После этого благополучно вы устанавливаете на крышку вашу консерву и запутываете. До стерилизации пройдет под одеялом. Утром вы их извлечете и ставьте на место хранения. Единственное, только вот всегда мне говорят, а вот в кухонном шкафу будет стоять или нет. А если ваш шкаф перегревается возле, например, духовки, или на него падают прямые лучи света, температура в этом шкафу неблагоприятна даже для промышленных консервов. Поэтому ориентируйтесь, что в вашей кладовой должно быть хотя бы 20 градусов. Тогда любая консерва будет стоять без проблем. С вами была Елена и наш первый способ налинования свеклы.